В любом случае, хоть алкоголизм, хоть какая-то другая наркота, это вопрос отсутствия смысла жизни. Если нет смысла жизни, который бы обеспечивал человеку положительный эмоциональный фон, я не говорю об эмоционально-смысловом строе, это отдельная тема. Потому что эмоционально-смысловой строй, он создается волевым порядком, и уже на него приходит смысл жизни. А это другой вопрос, что смысл жизни есть, и под него какой-то эмоционально-смысловой строй сам собой формируется, и он приносит положительные эмоции. Удовлетворенность сделанным делом, это положительные эмоции. А если этого нету, то возникает вопрос, а где взять положительные эмоции, чтобы не удалиться со скуки? Положительные эмоции берутся из психотропных веществ. Все. После того, как они берутся только из этого, вопрос на личности, можно ставить кресло. Потому что либо его надо вытянуть на тот уровень, где появляются смыслы жизни, и тогда он сам бросает пить и курить для того, чтобы реализовать этот смысл жизни, либо он ходит как закодированный зомби, опять без смысла жизни. Но это всегда вопрос о смысле жизни и его реализации. Отсутствие смысла жизни, оно в состоянии запустить программы самоликвидации. Программы самоликвидации могут быть внутренними. То есть некая болезнь. Раз и умер человек. В состоянии убить самая примитивная простуда. Промочил ноги, помер. Почему? Потому что смысла жизни не было. Ну, как другой вариант, внешний фактор самоликвидации, любой наркотик, в этом отношении крокодил, который в последнее время ругают, он, в общем-то, эффективен. Потому что быстро и необратимо. Но вопрос не в том, чтобы запретить КДН-содержащие препараты и выписывать их по рецепту. Потому что, если вы закрываете этот процесс самоликвидации тех, кто живет бессмысленно жизнью, они найдут другой способ самоликвидации. Вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы был смысл жизни. И если школа и семья не дают смысла жизни подрастающим поколениям к подростковому возрасту, все, хана. Это только вопрос, как они свернут себе шею. Потому что в этой жизни они не нужны как бессмысленные потребители.